Всем привет! Сегодня я в этом видео хочу поделиться с вами своими покупками косметики и не только косметики Avon. Я не делала заказы, я уже давно говорила, что в принципе сотрудничать я уже не буду. Масштабно я ничего заказывать больше не буду, но эти покупки были у меня больше вынуждены, наверное, это в кавычках в принципе. Меня никто не вынуждал, но мне нужны были эти покупки. У нас есть сеть магазинов, точек, где в принципе можно просто прийти без каких-то каталогов, журналов, взять, купить, что ты хочешь. У них есть именно товар в наличии. В частности, я нашла такую точку, называется она Мелена Шарм в нашем городе. Кому интересно, кто живет в городе Воронеже и вам нужно очень срочно что-то приобрести, вы не хотите заказывать через журнал какой-то, либо ждать долго. У них бывают какие-то продукты в наличии, очень даже много всего. И не только Avon, Ariflame, даже просто какие-то разные фирмы. Artvisage те же самые, Vivienne Sabo. В общем, у них очень много всего. В общем-то, в принципе, что я и сделала. Я как-то давно еще наткнулась на них, когда мы только приехали в город Воронеж. Но на тот момент мне ничего не нужно было, у меня всего было в достатке. Как вы знаете, я занималась тогда Avon. Ну, не занималась, а именно очень часто заказывала в Avon Ariflame разные продукты какие-то. И косметики Avon у меня и Ariflame было выше крыши. Как ни странно, у меня закончились все мои туалетные водички и какие-то парфюмы, которые у меня были. Поэтому я вспомнила, что когда-то давно мне очень хотелось попробовать что-то из серии Little Black Dress, либо Little White Dress. И как раз Little White Dress довелось ощутить мне его запах очень давно. Но я помню, что он мне очень понравился. И поэтому я пошла в эту сеть магазинов. Соответственно, я их понюхала заново, потому что они у них были в наличии. И прикупила. В частности, вот этот Little White Dress. Он мне очень понравился. Девчонки, я просто в восторге от него. Это такой аромат, который невозможно описать просто каким-то вот, может быть, даже одним словом. Да, вот как, к примеру, моя водичка Eternal Magic. Она просто сладенькая, вот вишневая такая, ну сладенькая, да, компотик такой. Эту же воду я не могу ни с чем другим сравнить. У меня раньше не было ничего подобного. И, честно сказать, эта вода раскрывалась на моем именно теле как-то не так, как пахнет в тюбике. А что-то вот немножко не кожей пахнет, а вот что-то подобное ощущалось в аромате. Что-то такое вот, я не помню точно описание его, но очень приятный, легкий, свежий, немного сладковатый в какой-то степени. Но в то же время вот ощущается какой-то дополнительный здесь компонент, который делает этот аромат интересным. И поэтому он мне и запомнился, в принципе-то, еще с тех времен, когда я его просто понюхала. Понюхала я его, кстати, у кого-то из девчонок еще. И вот на девушке тогда он раскрывался совсем по-другому. Он как-то был приятным, таким теплым, окутывающим, хотя она им пользовалась летом. Но главный минус этого аромата, он не очень стойкий. Вообще не стойкий. Либо, знаете, я его также не ощущаю на себе. Ощущаю буквально, ну, максимум, наверное, 15-20 минут на себе. После этого мне кажется, что я вообще ничем не пахну. Бывает при движении, когда я двигаюсь, да, тогда я могу его ощутить. Ну, и то совсем какие-то отдаленные нотки. Ну, и, конечно же, также он остается на одежде. Вот этот именно запах, он приятен. Он не раскрывается как-то невкусно. Он очень приятный запах. Такой вот именно теплый какой-то. Хотя я им пользовалась летом. И, как, наверное, вы заметили, я его уже просто вот до конца использовала. У меня уже пустой бутылёк. Здесь 50 мл. На минуточку, да, как бы. И я его просто вот выбрызгала на себя. Ещё раз повторюсь, я его очень часто обновляла. За счёт того, что я его быстро не ощущала на себе. А запах очень приятный, поэтому мне очень хотелось его ощущать. Он мне был приятен, поэтому, в принципе, я его и обновляла. И также я ещё приобрела Little Gold Dress. Сейчас этот аромат, мне изначально, когда я его видела в каталогах, я даже просто не думала, что он будет именно такой. Вот мне даже интересно, как вы думаете, вот по упаковке, да, такой вот вроде бы строгий, да, вид. Мне казалось, что он какой-то богатый такой, взрослый, наверное. Короче, я его, когда понюхала, я удивилась. Это было моё действительно удивление. Потому что этот аромат поистину просто цитрусовый. Просто цитрусы, обычные цитрусы. В перемешку, конечно, с чем-то, потому что есть водичка. Avon Persif называется, тоже цитрусовая. Там, конечно, ядрёные цитрусы. Это, конечно, ни с чем, наверное, не сравнится. Либо только с эфирными маслами лимона и апельсина. Это же очень приятная, она сладко-цитрусовая. Что-то вот, какая-то сладость, наверное, к этому цитрусу что-то добавили сладкое. И они так гармонируют между собой хорошо, что этот аромат, не знаю, он такой вроде бы тоже нежный, тёплый такой. И он ни в коем случае не свежий. Он нежный, тёплый, но в то же время такой цитрусовый и сладкий. И придаёт изюминку, раскрываясь на вашем теле, он такой вот становится какой-то лёгкий. Вот именно как будто вы такая летящая, лёгкая, порхающая бабочка. Честно, мне он очень понравился. Это, конечно, поистину летний аромат, так же, как и Little White Dress. Хотя его можно, наверное, и весной, и осенью ещё использовать. Но вот этот для меня именно летний аромат, конечно. Вот эти два аромата могу вполне советовать, кто давно присматривался. Но имейте в виду, что этот не очень стойкий. Этот довольно-таки стойкий. Little Gold Dress, конечно, будет по стойкости лучше, чем Little White Dress. Ароматы приятные, мне они нравились. С удовольствием сейчас пользуюсь Little Gold Dress. И довольно, как слон, мне нравится именно то, как от меня пахнет. Ещё один аромат я приобретала для молодого человека. У него закончился предыдущий, который у него был. Это у нас серия Ex Sirius, которая идёт, мужская. Она там недорогая, кстати, очень дешёвая. Я ему заказала Red Charge. Именно там есть Rush, по-моему. Что-то Orange или как-то ещё там что-то называется. В общем, я ему заказала Red Charge именно. Потому что я его понюхала в самом каталоге. Как-то довелось мне подержать в руках именно сам каталог. И мне он очень понравился. Он очень похож на тот аромат, который я ему брала до этого. По-моему, Black Suite Touch называется, если я не ошибаюсь. Я брала без распылителя. Он ему понравился, мне понравился. И вот этот вот аромат, он довольно-таки похож. Аромат очень приятный. Не такой вот, как все остальные мужские водички. Даже которые продаются в Avon, в Ariflame. Вот эта вот мужская нотка, которую кто-то издавна, наверное, придумал. Я не знаю, почему они решили, что именно древесные вот эти ноты, они именно мужские должны быть. В общем, мне они не нравятся. Это все такое вот однообразное. Любой мужчина, который пользуется чем-то подобным, они все пахнут одинаково для меня. В общем, эту ноту я ненавижу, честно. Это же исключение. И здесь такой больше сладкий аромат. И в то же время он, наверное, немножко пряный. Совсем чуть-чуть. В общем, когда мой молодой человек пользуется этой водичкой, очень приятно в помещении пахнет. От него пахнет просто какой-то вот такой сладостью. Даже знаете, что мне напоминает? Какие-то вот ванильные, наверное, печенюшки. Вот что-то такое. Именно самой ванилью здесь не отдает. Но когда вот сдобу какую-то делают с ванильной добавкой, вот что-то такое, вот отголосок здесь есть какой-то. Очень приятный запах. Довольно-таки стойкий, кстати. Так что могу советовать, если вы хотите сделать какой-то презент, да, сюрприз, либо просто ваш мужчина любит какие-то неоднозначные, неординарные ароматы, не такие, как у всех. Могу советовать. Хочу еще и мураш заказать, потому что вроде бы как я потестила его, и он тоже неплохо пахнет. Также я решила сделать заказ, так как я нашла в одном из каталогов, уже не помню точно какой номер, или седьмой, или восьмой, может даже девятый. Если вы следите за выпусками каталогов, то вы, наверное, видели эту сумку. Для того, чтобы ее заказать не в полную стоимость, а по скидке мне нужно было сделать заказ на 300 рублей. Я долго думала, что заказать. Сначала заказала маску под глаза, вот эту вот, черной икры, по-моему, да, от Планета Спа, или как она называется, я уже точно не помню. В общем, я ее заказала, ее не оказалось на складе. Для того, чтобы эта сумка пришла, мне нужно было сделать дополнительный заказ. И заказ у меня был вот такой вот палетки, мяна, бронзер и хайлайтер. Что хочу сказать? Я, в принципе, не то, чтобы возлагала даже какие-то надежды. Честно, я уже давно не заказываю, опять же, косметику Эйван. И когда решила сделать вот этот заказ, я, опять же, не возлагала никаких надежд. Но мне было интересно, что же такое придет. В общем, первое, что хочу отметить, это аромат. Аромат каких-то ландышей, либо гладиолусы, либо что-то такое, вот именно ядреный такой запах. На лице он остается не очень долго. Вот я сейчас наносила этот продукт на лицо, и запах этот я уже не ощущаю на себе. Оставлю где-нибудь здесь фотографию. Я делала сводчи, выкладывала в Инстаграм. Сами продукты, честно, они такие меловые. Они не очень хорошо набираются на кисть, потому что не очень удобно. Кисть довольно-таки большая, да, для того, чтобы там нанести тот же бронзер, там румяна, либо там еще что-то. И нужно аккуратно, как бы, похлопывающими движениями именно даже набирать. Поэтому не очень удобно. Что касается самого продукта, скажу, что румяна очень пигментированы. Ими очень, очень можно переборщить. Они у меня сейчас на лице. Я не знаю, будет видно что-то или нет. Наверное, нужно было как-то до и после сделать. Но эти румяна освежают лицо. Мне это очень нравится. Так как у меня своего румянца, естественного, практически не бывает. Сам бронзер им не переборщишь. Он у меня тоже вот здесь нанесен. Смотрится он неплохо, но он не слишком пигментированный, я могу так сказать. Что мне понравилось? То, что он мне подошел. Он подходит мне по оттенку. Он не рыжит. Он не ложится коричневым. Он именно как вот немножко какой-то такой загар придаёт. Это единственный продукт, который мне вот именно понравился из этой палетки. Хайлайтер это вообще, это знаете, это отдельная какая-то опера. Он имеет очень крупные блёстки. Именно блёстки. Здесь шиммера вообще никакого нет. Если бы хотя бы был ещё шиммер мелкого помола, очень мелкого, то тогда, может быть, это бы смотрелось как-то более красивее. Но когда его наносишь на лицо, эти все крупные блёстки осыпаются, опадают, и у вас ничего на лице нет. Какие-то три блёстки останутся. Это очень некрасиво, это вульгарно, это даже как-то вот, как я написала в инстаграм, по карнавальному смотрится. Это даже не подходит на вечерние мероприятия какие-то, на вечерний выход. В общем, продукт никакой. Я хайлайтером не пользуюсь. Я предложила ещё в группе ВКонтакте, выкладывала обзор на эту палетку, и там написала, что может быть можно использовать этот вариант. Альтернат хайлайтера как тени для век, вот в такую жаркую погоду, да, летом, к примеру, просто выйти куда-нибудь, сделать минимальный макияж, да, без тех же стрелок, просто нанести на всё веко. Но всё равно, мне кажется, это будет смотреться вульгарно. Из плюсов этой палетки могу отметить, что мне понравился запах, мне понравился бронзер, и так себе ещё румяна. За счёт того, что они придают свежесть лицу, могу, в принципе, их порекомендовать. Палетка на четвёрку с минусом. Ну и вот сама вот эта сумка, ради которой я, в принципе, и совершала заказ, мне она очень понравилась. Я в неё просто влюбилась. Она обычная, лаконичная. Здесь нет ни кармашков, ничего. Материал очень такой жёсткий, как вы можете заметить, очень упругий. Она, в принципе, держит форму, но может, когда ставишь её, здесь как-то проваливается немного, да, попа выпирает у неё, а вот здесь вот проваливается. Поэтому не всегда даже удобно застёжку эту застёгивать, потому что проваливается, да, вот видите, я не могу застегнуть её, пока не придавлю именно сзади, напротив застёжки, и тогда уже всё хорошо. Она идёт с длинным ремешком. Этот ремешок очень удобный, но он со временем растягивается, потому что, когда я её получила и начала носить, у меня был карабин вот этот закреплён, да, вот здесь вот сейчас, он аж здесь. Растягивается сама ручка. В принципе, я думаю, это неплохо. Главное, чтобы она не оторвалась. За эту ручку я очень редко ношу её. Не знаю, мне кажется, если постоянно таскать её за эту ручку, вот это вот всё оторвётся. Но сделана качественно, честно вам скажу. Сам материал тоже хороший, упругий, ещё раз повторюсь. И цвет, я думала, она будет именно белая. Она может быть даже и кажется вам белой, но она не белая. Она такая светло-бежево-серая. Даже вот так вот. Внутри есть у нас одно сплошное отделение, дополнительный кармашек и для маленькие кармашки для телефона либо какой-то вот мелочи. Складка очень дешёвая. Она такая вот, видите, я даже не знаю, как сказать, какая. Это даже что-то похожее, наверное, на шёлк, но это не шёлк, очень дешёвый материал такой. Но в целом сумка мне понравилась. Я её таскаю сейчас каждый день, потом стану такая легкая.